При составе все готово к началу матча Вбрасывание и поехали Первый период стартовал Сегодня у нас хозяева В красных джерси Команда Витязь Судья-информатор представил нам галкиперов Я вас тоже с ними познакомлю Итак, давайте начнем с хозяев Конечно, сегодня гости мы встречаемся И смотрим этот матч на площадке Московских динамовцев Четкая смена, нет Шестерых пылевых на льду И представляем первый состав Подольского Витязя Вратарская бригада Данила Шлаев, номер 33 Опасный бросок Рядом со штангой И тридцатой номер Степан Львов Именно Степан сейчас защищает ворота Витязя Полевые игроки Макар Дударь, номер 9 Иван Лузгин, номер 13 номером Василий Савчук, номер 20 Максим Коваленко, номер 21 Тимофей Гусаров, номер 25 номером Алексей Гребнев, номер 27 Илья Кобзак, номер 29 Борис Маринин, номер 45 номера Опаснейший момент, выход на ворота И едва шайба Не залетает в ворота Динамовцев Опаснейшая атака Витязя Перевод на лево Защитника Это Велесик Бросок, гол! И есть заброшенная шайба Витязь добивается успеха Уже в первой такой позиционной атаке 1-0 Номинальные хозяева появились Смотрим, как это было Вперед на лево Это Иван Белугин Переводит шайбу на Тимура Велесика На защитника И Рикошет, по-моему Помог фору Но победителей не судит 1-0 Витязь впереди Продолжаю вас знакомить с составом Витязя Владимир Власов Под 48 номером Николай Дронов Номер 49 Александр Карманов Еще один момент Номер 89 Иван Белугин Под 91 номером Тимур Велесик Автор заброшенной шайбы Номер 95 Артем Кузнецов Под 96 номером Тренер команды Борис Владимирович Самусик Главный тренер команды Сергей Викторович Воробьев И тренер ротарей Сергей Валентинович Гутков Витязь Подольск Ближний угол Это не опасно Накрывает шайбу Галкипер Динамо Это Владимир Селиванов Номер 90 Перехожу К составу Номинальных гостей Кирилл Ларин Номер 5 Ассистент Капитана Вадим Шеварутин Номер 7 Павел Денисов Под 10 номером Даниил Паук Номер 12 Динамо Динамо Номер 88 Капитан первого состава Сергей Каминский Под 92 номером Константин Терентьев Номер 97 Тренерский тандем Антон Антонович Карредер И Дмитрий Александрович Лисов Динамо Москва 2008 год рождения Вбрасывание в зоне Динамо 12.55 у нас на табло Смотрим как будет развиваться Сегодняшняя встреча По какому сценарию Витязь выиграл Вбрасывание Наброс поворота Владимир Селиванов Щитком Отбивает шайбу Здесь по-прежнему В чужой зоне Да и здесь тоже Закрывает синюю линию Защитник 13 номер Иван Лузгин Бросает поворот Шайба в ловушке У Владимира Селиванова Динамцы вбрасывание Выиграли Проход по левому флангу Падение Что показывает арбитр Да Поднята вверх рука Человека в полосатой майке Отложенный штраф Смотрим что покажет рефери Какое нарушение Подножка Фиксирует арбитр Это 87 номер Савелий Минаев Это конечно 97-й Это Константин Терентьев Прорывался чужим воротом Но Был установлен С запрещенным приемом Василий Савчук До выхода пятого полевого У Витязя Вход в зону Вбрасывает Павел Денисов Кто первый на подборе Терентьев Вступил в борьбу Шайбу забрал Продолжает контролировать Константин Шайбу Вбрасывает партнеру Динамовцы расставились В чужой зоне Бросок От синей линии Рикошет Рядом со штангой Все Витязь Отбился в меньшинстве В равных составах команды По прежнему 1-0 Витязь впереди Динамовцы Должны начинать Атаку От своей зоны Бросок В ближний угол Это атаковал 29-й номер Динамо Александр Пану Форвард Шайба Волгушки У Степана Львова Динамовцы Выиграли Вбрасывание Из левого фланга Наброс на ворота Львов вступил в игру И угрозу отвел Витязь с шайбой Здесь Динамовцы Тоже перехватывают Обратные потери Перевод на правый фланг И мощно Защитник Николай Дронов Управляет шайбу Под чужую синюю Хорошее взаимодействие Бросок По маловушке Селиванов Отбивает Еще один хороший момент В исполнении Витязя Шайба Вышла из зоны И положение Вне игры Фиксирует Рефери Смотрим Еще раз Бросок В дальней дистанции Да По-моему Два рикошета Было Рефери Не разрешают Меняться Столь поздний срок Надо Оставить Десятого номера На льду Это Павел Денисов Остался на позиции Правого защитника Витязь Шайба Перевод Перевод Направо 91 номер Это Иван Белугин Динамовцы Нет Пас по чужую синюю Не проходит А вот сейчас Все четко Шеварутин Питач Партнера На коротке Бросок К низам Хороший атаку Сходу Повели Динамовцы Но Точности Броску Не хватило Еще один Бросок Движней дистанции Но нет Шайба За воротами А не в воротах Проброс Фиксируют арбитры Смотрим Повтор атаки Сходу На Терентьева Передача Но здесь Защитники Не позволили ему Раскатиться Пришлось бросать Так без замаха Степан Львов Справился И с этой задачей Тоже Выиграл Вбрасывание Правый борт Нет Выйти не удается Динамовцы Закрывают Синюю линию Бросок Поворотом Заблокирован Динамовцы В атаке Горюнов Из близкого Расстояния Бросал Горюнов Смотрим Повтор Кирилл Варин На позиции Центрального Нападающего Терентьев Слева И справа У нас Шеварутин У него такая Тройка Поворотов У Динамо Бросок С неудобной Не достигает Цели Блокируют Его защитники Витязи И начинают Свою атаку 91 номер Зато активен Иван Белугин Хотя Судья-информатор Записал передачу На Максима Коваленко Но по-моему Именно 91 Иван Белугин Отдавал Передачу Партнеру После которой Тимур Велесик Открыл счет В матче Передавим И обязательно Посмотрим Повтор Этого момента Пока Шайман Ну а в средней зоне Видите Разгоняет Свою атаку Перевод налево Нет Не проходит Миринов Тоже шайбу забирают Один К более осторожным действием Перешли команды Не рискуют Борьба За полновесные Четыре очка Если можно так сказать За победу Конечно же Дадут только два Но Еще два Не получит Твой соперник Перевод направо Это Панов Не партнера И щелчком На левый фланг Здесь у нас Чукмарев Чукмарев на Горюнова Но нет Шайбу забрали Вновь Горюнов Продолжает Контролирует шайбу Ждет партнеров Но нет Было красиво Но не точно Видитесь в атаке Гусаров Хорошая пауза Но нет Два соперника рядом Одного обыграл Второго не получилось Длинный перевод Диагональ Щелчок Не себя Кто-то из Защитников Витязя А именно Николай Дронов Принимает этот щелчок Самоотверженно действует Николай в этой ситуации И шайба До голкипера До Степана Львова Не доходит Проброс Фиксируют арбитры Вбрасывание будет В зоне Витязя Финалцы выиграли Вбрасывание Бичелов Бичелов направо На защитника Дальше На форварда Наброс на ворота Нет Это не опасно Бичелов Оставляет шайбу В зоне За лицевую Там Ларин Ему на помощь Приходит Горюнов Через защитников Мягкая передача Опасно Терентьев Ларин Уж как тут В Барселону Сыграли Динамовцы Столько передач Но все это не опасно Без бросков И Витязь Начинает свою атаку Двадцать седьмой номер Инициативу Больше было бросков И опасных моментов Дальше Динамовцы выровняли Игру Сейчас такие Своеобразные У нас Хоккейные Качели Две третих Первого периода Позади Здесь может быть Ошибка дорого стоить Защитнику Динамо Видись в атаке Гусаров переводит Налево Шеварутин Хорош в отборе Брасывает чужую зону Бежит За шайбы Да, оказывается первым В окружении Двух защитников Чекмарев ему пришел На помощь Через защитника Это десятый номер Это Павел Денисов На позиции Правого дефа Сейчас действует Динамовцы чаще Стали гасить чужой зоне Сергей Чекмарев Попадение Но нет Нарушение правил В этом эпизоде Играем дальше Видись вперед Налево Бусаров Вновь активен Тимофей Челчок Ливанов справляется И с этой задачей Тоже Нет Не точный перевод Налево Наброс на ворота По нему Домной траектории Тело шайбану Селиванов Ее отбил Вложение вне игры Фиксирует рефери Давайте посмотрим Да Забрался чуть раньше Чужую зону Константин Терентьев Чем того требует Правило 3.37 До малого перерыва 1.0 Витязь впереди Витязь Витязь Динамо Хоккейсты 2008 Года рождения Сезон 2019 2020 Второй этап Борьба за Победителя Кубка Москвы Среди хкистов 2008 Года Только набирает свои обороты Сыгра на 3 матча Это четвертый Именно по итогам Второго этапа Будут обрелены Победители И призеры Кубка Верет налево Поднята вверх рука Арбитра Будет удаление Отложенный страв для Витязя Удается Динамсу Сохранить владение 6 на 5 Действует сейчас Команды Наброс на ворота Хорошо пропускал Бичилов Здесь все уже Заводил шайбы Звучит свисток Удаление Динамсу Вбрасывание Выиграли Наброс на ворота Бросок вверх Хороший бросок Степан Львов В игре И шайбу Ловит Намертво Как говорят В таких ситуациях Тимур Вилесик Автор заброшенной шайбы Наказан малым штрафом За неправильную атаку соперника Еще 54 секунды В распоряжении Динамо В расстановке 5 на 4 Хорошая скорость Обманное движение Да Все было классно Только броска не последовало Динамовцы Закрывают синюю линию Это Руслан Бичилов Вперед на партнера Александр Панов 29 номер действовал На позиции форварда А вот здесь вот Нет Шайба не покинула В зону Витязя А здесь уже от души Броском 20 номер Витязя Ее отправляют в чужую зону Это Василий Савчук Смена Уграющий четверки У Витязя Еще 15 секунд До выхода 5-го полевого По центру Здесь Горюнов и Чехмарев Взаимодействуют Все В полном составе Витязь Не использовали К сожалению Динамовцы Численное большинство Минута 1 секунда До конца первой 15 минутки Напряженная борьба На каждом участке Поле 1-0 Витязь впереди Планок на обрасывании Витязь Брасоню выиграл Перевод направо Вторая волна Такие витязи нет Не проходит Гусаров Нельзя было входить в зону Резко Затормозила Осталась Шайба в средней зоне А уже партнеры Чужую зону Не было нарушения Не было нарушения правил В этом эпизоде 5 секунд Сирена Первый период завершен Минимальное преимущество Витязя в одну шайбу Короткая пауза Мы смотрим голые опасные моменты И возвращаемся в прямой эфир Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы возвращаемся на лед Прямой эфир матча Витязь-Динамо После первых 15 минут игры 1-0 Преимущество Витязя Витязя Оффсайд Завиксировал рефери Вбрасывание в средней зоне Ниже всего выигрывает 20-й номер Василий Савчук Заряжается на удобную чужую зону Ответная атака Динамо Шеварутин Через защитника Паук Возвращает Шеварутину Трое динамовцев Ларин Паук Вновь передача на Ларина Пропускает Ларин на Терентьева Веркальная ситуация Начало Первого периода Когда Витязь атаковал В самом начале Первой 15 минутки Показал бросок И отдал передачу Смотрим повтор Мягкая передача Василий Савчук Положил клюшку на лед Тем самым защитник Витязя Прервал Опасный Пас Вбрасывание В зоне Хозяев В зоне Витязя Хороший дриблин Пауза Будет ли бросок Нет Не дали бросить Артему Баранову Седьмой номер Смотрим У меня Артем заявлен Во втором Да конечно же Это не Артем Баранов Это Сергей Чекмарев Сорок первый номер Динамовцы Продолжают Магнетать Возле чужих ворот Шайба приходит На битак Чекмарев Нет Бросить получилось Но только Вдоль Красной линии Он здесь выходит Через левый фланг Передача направо Белуги Чекмарев Сучок Здесь тоже Не доходит Шайба До галкипера Защитники Действуют самоотверженно И стараются Больше бросков Блокировать Что в тренде Национальной хоккейной лиги КХЛ тоже Ложный замах Обыгрыш Передача на форварда Три в два Убегает Динамовцы Передача на дальнюю Точно Коньком получается Добавить Опаснейший момент У ворот Витязя Но Броска не получилось И соответственно Гола тоже Еще одна передача Ух Две подряд Потрясающе Атаки Динамо Но Счет на табло Не изменено 1-0 Витязь впереди Опять Динамовцы В атаке Бросок К сожалению Все опасные моменты В этой паузе Мы с мамой Посмотреть не сможем Давайте хотя бы Посмотрим часть из них Начнем с последнего Шварутин Выходит на оперативный простор Бросает верхом Шайбу Забирает Наверное Степан Львов Балкипер Витязя Витязь с шайбой Передача на Маринина Маринина Идет в обыгрыш Да И обыгрывает Оппонента Уважает Контролировать Шайбу Борис Можно играть Динамо Витязь в атаке Горюнов Вперед Налево Касание Защитнику Бросок Верхом Бичилов Бросал А Львов Вновь забрал Шайбу В ловушку Макар Коминальным гостям Нужно начинать Свою атаку Сначала Шайба В средней зоне Ларин На Денисова Денисов Дальше На партнера А здесь уже Шайбу Витязь Перехватывает Вилугиан Отдает Отлично Бросок Верхом Рядом Со штангой 4 минуты Долой В втором периоде По прежнему Счет Не изменился Как в начале Первой 15 минутки Витязь Открыл счет Так дальше Команды Имеют Целый ряд Опаснейших Моментов А вот это Супер момент Ларин С пятака Заряжал Львов Отбил Бросок Тоже Динамцы Продолжают Атаковать Еще один Сейф Степана Львова Неудобный На пятак Разгар сезона В хорошей форме Обе команды Демонстрирует Яркий Остро Атакующий Хоккей Но Защитники И вратари На высоте Вот здесь Вот гол Уже Ничего не могли Поделать Защитники И вратарь Кто? Константин Терентьев Принимает поздравления Давайте смотреть Повтор И разбираться Динамо Динамо Взрываются Трибуны Денисов Передача Направо Ларин Бросок Верхом И Константин Терентьев В падении 1-1 1-1 Ничья Сегодняшней встречи В исходе пятой минуты Второго периода Все-таки Динамовцы Сумели отличиться Вот Принесло плоды Череда Атак На чужие ворота Динамовцы В чужой зоне Горюнов Паук Горюнов Полность там Александр Панов Но все в порядке Панов Обыгрыш На пятак Без броска Вот сейчас бросок Ну заблокировали его Защитники А именно 21-й номер Максим Коваленко Форвард Сыграл на позиции Защитника Заблокировал Бросок соперника Паук Не вышла шайба Низан Наброс на ворота Динамовцы в атаке Львов Львов в игре Щитком Переводит шайбу В угол площадки Вновь через защитника Не вижу Кто сейчас на позиции Левого защитника Действует Шайба выходит На пятак Ух Вновь в ближнем бою Львов Не позволяет сопернику Отличиться С близкого расстояния Кирилл Ларин Атаковал Чужие ворота Что у нас Да Теперь уже тайм-аут У Витязя Вот так вот В первом периоде Тренерский штаб Динамо был вынужден Взять 30-секундный тайм-аут Буквально После первых двух минут матча Во втором периоде В середине Второго периода 8.23 у нас на табло Уже тренерский штаб Видите Прибегает к аналогичной мере 30-секундный тайм-аут Жарко у нас на льду Трибуны по очереди Скандируют название своих команд Поддерживают и гостей И хозяев Сегодняшней встречи А на табло Шут равный 1-1 По одному Голевому шансу Сумели Использовать команды К этой минуте В период у нас Два с половиной Периода Хоккея Как же завершится Сегодняшняя встреча Ничьей Или же Одной из команд Удастся победить Мы с вами узнаем Буквально через 38 минут 23 секунды Чистого игрового времени Степан Львов Возвращается У свои владения Его визави Владимир Селиванов Уже на месте На округе Вбрасывание В зоне Витязя Центр Форвард Динамо Кирилл Ларин И Сейчас посмотрим Кто вместе с ним От Витязя По-моему это 27 номер Алексей Гребнев Центр форвард Витязя Выбрасывает Кисты Витязя Шайбу в чужую зону Перехват в чужой На подворе Кирилл Ларин И здесь тоже Удается Шайбу Пропихнуть дальше Терентьеву Обратная передача На Терентьева Неточна Витязь в атаке Гребнев Перевод налево На Белугина Пауза Великолепная пауза Бросок низом 3 в 2 Выскочили кисты Витязя Хорошая возможность Но рядом со штангой Прошла шайба Витязь Витязь В средней зоне Да Оставил шайбу На льду Хоккеист Динамо По-моему Георгий Грюнов И за подножку Отправился На одну минуту На скамейку Штрафников На Иван Белугин Нарушили правила Гости Да не удивляйтесь Сегодня Динамовцы У нас Гости Витязь получил Большинство Гол Гол Витязь празднует Что показывают Рефери Предательски Проползла шайба Между щитками Да Судя по всему Рефери Засчитывают Эту шайбу Смотрим повтор Вбрасывание Вот так вот Необязательное удаление В средней зоне И расплата И принимает поздравления 45-й номер Витязя Борис Маринин Борис Маринин Отличился С передачей Максима Коваленко В полном составе Динамовцы Витязь вновь повел В одну шайбу 2-1 7 минут До большого перерыва Смотрим Как будут развиваться События дальше В этом интереснейшем Поединке Среди хистов 2008 года рождения Витязь Подольс Динамо Москва Группа А Сезон 2019-2020 Второй этап Четвертая игра На втором этапе Раз у него в средней зоне Динамовцы его выиграли Передача на пятак Ну нет Теренть его бросить не дали Здесь в атаке Иван Белугин Промбросил шайбу себе на ход Борется с двумя оппонентами Удается ему В этой борьбе Отдать передачу На партнера На Макара Дударе Не принимал участие Шестой игрок Шайба в него просто попала Рефери Не фиксирует Нарушение правил В этом эпизоде Раскатываются Хозяева из-за ворот Макар Дудар Передача на пятак Не проходит Защитник Перехватывает Динамовцы в атаке Правым флангом Хорошая скорость Перевод Налево Бросок Касания Рядом со штангой Терентьев По-моему с Горюновым Да Разыграли в паре Горюнову Очень хотелось Чтобы его команда Забросила В этом эпизоде Хорошую передачу Дал на Терентьева На высокой скорости Бывает атака Замкнуть Константин Терентьевой Не дали защитники Видите Вновь Динамов в атаке Бросок Всеудобный Штанга 29 номер Это Александр Панов Атаковал Еще один Бросок Панова С ближней дистанции Два Супер Опаснейших Момента В исполнении Белых-голубых Но к сожалению Для их поклонников Ничего они не смогли Выжить Из этих моментов А Витязь выжимает Контратака Витязя Становится Разящей Не забиваешь Ты Забивают Тебе Да Засчитывают Эту шайбу Рефери Давайте смотреть Штанга Еще один Опающий момент В исполнении Динамо Забивает В своей Контратаке Хоккеисты Витязя Не было положения Вне игры При входе в зону Перевод на левый 45 номер Борис Маринин Отличается Дубль В исполнении Бориса И преимущество Витязя Увеличивается До двух шайб Передача записана На Тимофея Гусарова Бичелу с шайбой Вперед Направо На палка Витязь в атаке Валенко Шайбу у него Отбирают Терентьев Нет Не удается Выбросить шайбу В среднюю зону Наброс на ворота Защитных порядков Динамо Затревает шайба Перевод на защитника Бросок 49 номер Атаковал Николай Дронов Селиванов Этот бросок Отбил Динамо В атаке Бросок Низам Теперь уже Львов в игре Палк Варен Пасок верхом Защитник попадает Шайба Шеварутин Будет меняться Почти вся пятерка Динамо Палк На позиции Правого защитника Предусмотрительно Не побежал На смену Чтобы Не поймали Оппоненты Во время Этого Технического Действия Второй период Лавка Дальняя Мене трех минут Остается сыграть Командам Первой половине Встречи 3-1 Преимущество Витязя В две шайбы Напомню Как развивались События Во второй 15 минутке Динамо В середине Периода Сравняли В счет Стал 1-1 Дальше Кисты Витязя Использовали Численное Большинство Вышли вперед 2-1 И дальше Динамо Имели два Суперопастших Момента Но к сожалению Не смогли Их использовать А Витязь В ответной Контратаке Шайбу Забросил 2 минуты 15 секунд Для первых Составов Чтобы Изменить Ход матча Для динамосов Это Сократить Границу Счете А для Витязи Это Увеличить Разрыв Увеличить Своё Преимущество Уж как Успокоилась Игра Меньше Бросков Но Это Такая Обманчивая Успокойность Кисты Хотят Забивать Смотрим Передача Надалью Е2 Динамовцы Не забивают В этой Атаке Уже В пору Сетовать На невезение Передача Направо На Ларина 2 хороша Шеварутины По-моему Он давал Минуты 30 До конца Второй 15 минутки Динамовцы Шайбу В своей Зоне Ларин Хороший Обыгрыш Но нет Второй Обыгрыш Был И лишний Шеварутина Минута 5 секунд Разгоняет Свою атаку По левому Флангу Денисов Шайбу Забирает Входит Чужую Зону Нет Обыграть Оппонента Не удалось 95 номер Был Тимур Велесик Оффсайд Для Динамо И смотрим Повтор этой Красивой Атаки Динамо Щитком Прервал Эту передачу Степан Львов Брасывание В средней зоне За 39 секунд До большого перерыва 3-1 К этой секунде Витязь впереди Смотрим Финальные секунды Второго периода И Далее После подготовки Льда Наждует с вами Третье и четвертые Периоды Сегодняшней встречи Витязь в атаке Маринин Дубль На счету Маринина В сегодняшней встрече Как минимум Продолжает Витязь атаковать Серия обманных движений Будет ли бросок Через защитника Наброс нет Не доходит Шайбер До адресата Горюнов 2 секунды Одна Сирена К сожалению Не удается Горюнову Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Третьего периода Все внимание на лед Поехали Представляем вам хозяев Номинальных Команду Витязь Братарская бригада Данила Шлаев Номер 33 И Артем Скобников Номер 32 Как раз Артем Скобников Сейчас На последнем Рубеже У Витязя Полевые игроки Динамовцы Динамовцы в атаке Бросок Верхом Арсений Гамов Под седьмым номером Максим Иллистратов Номер 11 Два выход Два в одного Два в два Бросок Дали Гол Динамовцы Минута Минута всего прошла Савелий Савелий Минаев Савелий Минаев С передачи Кирилла Кутищева Отличился 3-2 Динамовцы сократили Разницу в счете Продолжим Представляем состав Хозяев Увидитесь Максим Иллистратов Под одиннадцатым Номером Олег Кулибьякин Номер Семнадцатый Владимир Яковенко Под восемнадцатым Номером Константин Беляев Номер Двадцать Второй Матвей Быков Номер Двадцать Третий Роман Селецкий Под тридцать Первым Номером Артем Болтачев Под сорок Седьмым Номером Владимир Власов Номер Сорок Путин Данила Гребнев Номер Сестьдесят Три Никита Нациев Под шестьдесят Девятым Номером Кирилл Грунин Номер Семнадцать Первый Артем Орлов Номер Семнедесмат Восьмой Макар Ястримский Номер Семнадцат Девятый Никита Клепов Под Девяносто Вторым Номером Максим Сильдемиров Номер Девяносто Седьмой Трен 돌 Тандем Борис Динамовцы заряженными вышли на третий период. Провели несколько опаснейших атак. Давайте вам представлю состав номинальных гостей. На самом деле, конечно же, хозяев. Вратарская бригада. Михаил Петухов номер 39 и Юрий Иванов номер 20. Именно Юрий сейчас на последнем рубеже Динамо. Полевые игроки. Роман Сухарев номер 9. Макар Маслов под 11 номером. Михаил Баженов номер 15. Арсений Чириков номер 17. Исен Гиндунов, капитан второго состава номер 22. Артем Баранов номер 47. Федор Ивашенко под 50 номером. Никита Котик номер 58. Владислав Еуст под 71 номером. Георгий Бурин номер 79. Артур Авсипян под 81 номером. Евгений Красильников номер 82. Кирилл Кутищев под 83 номером. Савелий Минаев номер 87. И Георгий Семенов под 99 номером. Антон Антонович Корредер и Дмитрий Александрович Лисов. Тренерская бригада. Тренерский состав. Динамо бросок. Классные моменты. Голкипер Витязя Артем Скобников на высоте. Динамсы. Проходили в атаку. Передача была под чужую синюю. Но удалось Динамсам довести. Докумбинацию логического завершения. Видите, шайбу перехватил. И уже Хайзи они читают в чужой зоне. Динамсы приходят в атаку. Здесь первый завладел шайбой. Шайба в средней зоне. Кутищев. Перевод налево. На Еуста. Еуста переводил направленный. Кутисты Витязя. Шайбу перехватили. Динамсы. Легут на смену. А Витязь начинает атаковать в своей зоне правым флангом. Чисток арбитра. Положение вне игры. Смотрим повтор опасней же. Комбинации Витязя. Никита Клепов. Вперед в центр. И Олег Кулибяфин. С убойнейшей дистанции. На атаковал. Брасываем в средней зоне. Сухарев. Смена пятерки у Витязя. Смена пятерки у Витязя. Витязь с шайбой. И проброс. Фиксируют рефери за 9.36. Витязь с шайбой наброс на ворота. Вперед направо. Вперед направо. В центр передачи не точна. И контратака бело-голубых. Маслов. Вперед в центр. Маслов. Продолжение следует... 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 Нет, здесь тоже не дается Динамцам Переиграть оппонента один в одного И здесь перешел в атаку Это Максим Сельдемиров Был активен на чужое синее, но ему тоже Выйти к воротам Не позволили Поднится вверх рука арбитра Будет удаление у Динамо Щелчок от синей линии Выше ворот Отложенный штраф 6 на 5 продолжат команды От синий Заряжает 80 номер 89 номер Это Александр Карманов За дворовство Маштарна наказана всей единицей Арсений Чириков Арсений Чириков За подножку отправляется На скамейку Оштрафованных на одну минуту Выбрасывает Динамца Шайбу из своей зоны Будет за нее бороться Это Макар Маслов Прессингует соперника В чужой зоне Видите все за прессинга Выбирается Перевод направо На скорости вход в зону Сельдемиров Закладывает корпус Передача на партнера Иванов Через защитника Перевод направо Гребнев Сельдемиров Через партнера С близкого расстояния Не стал бросать Без второй номер Это Никита Клепов Отачал передачу И вновь находит партнера Супер момент Диского расстояния Едва Олег Кулебякин Не забрасывает шайбу Пятером уже динамовцы Нет Фиксирует все-таки Положение вне игры Арбитры Давайте посмотрим еще Еще раз Эту классную передачу Сельдемирова Дальше Видеть Классно разыграл Расчертил в чужой зоне Но забройте тоже Не удалось Брасание в зоне Динамо Три минуты И одна секунда До конца Третьи пятнадцати минутки АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА КАНАЛ ГОВОРИТ НА КАНАЛ ГОВОРИТ НА КАНАЛ ГОВОРИТ НА КАНАЛ ЧАНЦЕИ Ahhh Правда Бали ХОВОРИТ НА КАНАЛ КАНАЛ ОТ Арбитра Передача на пятак нет Не точная Динамовцы выходят из зоны Георгий Семенов 2 минуты 18 секунд До конца третьего периода Бросок со средней дистанции И шайба в ловушке у Артема Скобникова В падении не залкнул Олег Кулебякин эту передачу Навро Саццини Бросок Подставлена плюшка Витязь в чужой зоне Продолжает контролировать шайбу Бросок со средней динамы Бросок из-под защитника Рядом со штангой Витязь в атаке Бросок вверхом Будет для добивания Заключительная минута Третьего периода Тем временем вашему вниманию Динамцы переходят в атаку Кутищев Оставление на партнера Обратная передача на Кутищева Бросок Ничего себе Спитака Супер момент Для Динамо Смотрим как это было Витязь выиграл Вбрасывание Заворот Лебякин Перевод направо 20 секунд Остается играть команда Витязь в своей зоне Перевод направо В среднюю зону Перевод игру А теперь в зону Динамо Динамцы тут же возвращают В среднюю зону Направо 2 в 1 2 секунды Удастся бросить 1-0 Бросок Но добивать уже Времени не хватило Короткая пауза 3-2 После трех Периодов И вернемся в прямой эфир Посмотрим Опасные моменты Третьи 15 минут Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такой результат и будет зафиксирован в протоколе 3-2 После трех четвертей игры Витязь впереди Все, внимание, налет Витязь в атаке Через защитника Щелчок Мимо цели Мимо цели Шайбу отбирают Шайбу отбирают Левый фланг Будет обыгрывать 1-1 форвард Нет По тормозам Это 11 номер Макар Маслов Шайбу у него Отбирают Витязь в атаке Кулебякин Активен Олег Кулебякин В чужой зоне Давайте смотреть повтор Прокинул шайбу Через защитника Но успеть уже Надобавить чужие ворота не смог Приводит в порядок Амуницию Голкипера Динамо Юрия Иванова Здесь выиграл Убрасывание По борту С неудобной На партнера Владимир Власов С шайбой Динамо Вся в атаке Левым флангом Вперед направо Нет Не доходит Шайбы до адресата Динамо Сменяет атаку Витязи И Наоборот На встречных курсах У нас Продолжается матч Четвертый период Вашему вниманию Динамо Вся в атаке Бросок Из подзащитника Ну и шайба В ловушке Артема Скобникова Обросал Георгий Семенов Посмотрим Еще раз Здесь его рейд К чужим воротам Доложил на удобную И верхом Артем Скобников Шайбу В ловушку забрал Динамо 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 Выиграли в бросовании Передача на защитника Заблокирован Этот бросок Никто не хочет уступать Даже думаю Команды не согласны На ничью Динамо Вот направо Защитник Точно По чужую синюю На масловой передаче Ассистировал И Сангин Бунов Череков Контролирует шайбу борта Против него Два соперника Подбор за витязем Александр Иванов Оставил партнеру Тот налево На Клюбятина Клюбятин Дальше На Сельдемирова Сельдемиров входит в зону Три в три Набирает скорость Это может быть опасность Неудобная Где шайба Шайбу накрыл Юрий Иванов Повтор Рейда Максима Сельдемирова К чужим воротам С пятачка Он с неудобной Отковал Витязь Витязь Скандирует трибуны 12-30 До конца матча 3-2 Витязь впереди Динамца в атаке С шайбой Динамца визарапа Шайба у борта Что дальше Хорошее обманное движение Это Семенов Активен Бросок всеудобный Выше цели Вот так вот Семенов Подкрадывался Подкрадывался К чужим воротам 3-2 3-2 Витязь впереди Равный отрезок Динамовцы Взорвали его Двумя моментами Смотрим Заключительный Георгий Семенов Два их соперника Обыграл И с неудобной Верхом Рядом со штангой Динамцы Динамцы выиграли Вбрасывание Бросок по воротам Генлинов атаковал Не точно Параброза Виксировали арбитры Или положение вне игры Бросок от синей линии Скобников в игре Угрозу отводит И положение вне игры Вбрасываем в средней зоне Динамцев выиграли Через защитника Перевод направо На Баранова Артем дальше По правому флангу Здесь На подборе Владимир Власов Набирает скорость Идет против Троих оппонентов Продолжает Сохранять шайбу Идет за ворота Здесь уже Динамовцы Шабу Власова отбирают Передача налево Здесь уже Динамовцы Отличаются Не точной передачей Здесь идет вперед Это Никита Нацвин С неудобной передачи Никиты На пятачок Не проходит Шайба в углу площадки Девять с половиной минут До финальной сирены Виде в чужой зоне Власов Закрывает борт И По закруглению Направляет шайбу Первым подбором Динамовцы Можно играть Череков Режим воротами Управляет шайбу На пятак Но Там некому было Замкнуть Эту передачу И Артем Скобников Без проблем Накрывает шайбу Ловушкой Еще 9 минут 9 секунд Играть командным В четвертой Пятнадцатой Минутке Здравствуйте Взвони Витязя Как опасно Гендунов На синей линии Стал обыгрывать И шайбу потерял Можно играть Витязь с шайбой Передача под чужую синюю Сельдемиров Очень активен Форвард Витязь и Сельдемиров Пауза Гроссмейстерская Бросок Но выше цели Уходит шайба На скорости Действует Максим Сельдемиров Что стоит в тупик Защиту Динамо Смотрим повтор И две минуты Зайдешь к сопернику Руками Да Владислав Елст Отправляется На скамейку Оштрафованных Да Конечно Две минуты Это малый штраф Во взрослом хоккее Для 2008 года рождения Малый штраф Равен Одной минуте Динамо Остается в меньшинстве Остается в меньшинстве Здесь шайбы Челчок Кверху Кверху Добивание В зону расположились Хозяева В расстановке 5 на 4 Передача на дальнюю Чуть точности не хватило 7 секунд До выхода Пятого полевого Динамо Витязь в атаке Сельдемиров Наброс на ворота Застревает шайба Чистоколин Ног Защитников И нападающих Все Елс на льду 5 на 5 Продолжают команды За 7 21 До конца Наброс на ворота Тут же Елс Организовал Опасную атаку На чужие ворота Но Он же без гола В этой эпизоде Хороший перехват Бросок Вверхом Шайба Валушки Уголки первого Артема Скобникова Смотрим повтор Динамо Перехватили шайбу В чужой зоне Бросок Вверхом 7 минут 2 секунды До конца матча Вбрасывание в зоне Витязя Витязь ведет 3-2 Четвертая 15-ти минутка Вашему вниманию Динамо Вбрасывание Выиграли Чириков Через защитника Наброс на ворота Нет Не подставлена Клюшка На подборе Первый Витязь Падение И Здесь уже Рефери Неумолим Да, оба Главных Подняли руку Фиксируют Подножку Давайте посмотрим Клюшка Витязь 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 Выиграл Реализуют На подборе Поединка Матч Активизировался Продолжаем Вашли Динамо Минуты 52 секунды Чистого Игрового Времени Открасふ Им Незавня 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 Вбрасывание в зоне Динамо Сельдемиров на точке У Витязя Вбрасывание с стороны Динамо Чириков Винамцы вбрасывание выиграли Но пока из зоны им выйти не удалось Витязь закрывает синюю Продолжает контролировать шайбу Нет, вот здесь уже шайба в среднюю зону выходит 2 минуты 35 секунд Вход в зону Кулебяки Оставление нет, не точное Семенов Вот налево Динамо в атаке Чириков Вперед в центр Опасно Семенов Бросок из-под защитника Подставлена клюшка Рядом со штангой проходит шайба 2 минуты 5 секунд Чириков шайбы Финальные 2 минуты поединка Вашему вниманию Динамцы шайбы И по левому флангу Бросок Низом Голкипер справляется Это скобника Шайба покидает пределы площадки Минуты 34 Смотрит Памфтор Пока тренерский штаб Витязя не берет 30 секундный тайм-аут Поскольку был рикошет Вбрасывание что, выносится в среднюю зону? Нет Рикошет был от клюшки Именно защитника Да, поэтому Вбрасывание в зоне Витязя Минута 34 До конца матча Все, внимание на лед Динамцы бросали Бичилов Бросок в дальний угол Суперсейф Артема Скобникова Витязь выбрасывает шайбу В среднюю зону Беляев Перевод на лево Чуть-чуть А, нарушение правил было Только ценой нарушения правил Удается динамовцам Не позволить сопернику Отличиться в этом эпизоде Согласен я полностью с арбитром Задержка соперника клюшкой Для Динамо 79 номер белоглубых Отправляется На скамейку оштрафованных Это Георгий Бурин Минута 19 на табло У динамцев уже нет тайм-аута В меньшинстве Динамо Сельдемиров На позиции центрального нападающего Против Чирикова Витязь выиграл вбрасывание Иванов На партнера Кулебяки Перевод на правый фланг Иванов Кулебяки До верного разыгрывают Хозяева Наброс на ворота Рикошет И Динамо СР разряжают Обстановку Выбрасывают шайбу В чужую зону 35 секунд До выхода на лед Пятого полевого Прижимает Шайбу ко льду Артем Скомников Ивбрасывание будет В зоне Витязя 51 секунда И семь десятых А и вот теперь Тайм-аут Берет главный Тренер Витязя Сергей Викторович Воробьев Объяснил сейчас с вами Подопечным Как действовать В установке 5 на 4 Еще 33 секунды Большинство У Витязя Задача У хозяев Забить У Динамо Соответственно Не пропустить Простановки 4 на 5 3-3 Счет матча К этой секунде Время тайм-аута Стекло Командам Необходимо Вернуться На ледовую площадку И Сыграть Те самые 51 секунду Брасывание За Витязем Сельдемиров Правым флангом Вводит Зону Останавливается Передачу Партнеру Нет Не сумел он Отдать Передачу Партнеру Динамсы Выбросили Шайбы В чужую зону Бить Шайбы Неточная Передача Гендунов Верхом По диагонали В чужую зону 7 секунд До выхода Пятого полевого Динамо И 23 секунды До конца Матча Все Внимание На лед Кулебякин Передача Партнеру Сельдемиров На скорости Против него Гендунов Оставление Можно играть С неудобной Видите Останавливает Шайбу На синий Это Иванов Отпускает Шайбу Чужую лицевую Все Звучит сирена Матч завершен По-настоящему Боевой поединок Получился 6 заброшенных Шайб На сна Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры